Здравствуйте! Я Лидия Поздняк. Приветствую всех, кто сейчас на канале Лида ТВ смотрит информационную программу событий. Начинаем с анонса основных тем этого выпуска. Больше квартиры, больше зелени. Лидчане изучают передовой опыт по улучшению благоустройства инфраструктуры города. О зиме в порядке, но о зимней закалке речи не идет. К изменившимся климатическим условиям придется приспосабливаться. За науку. В Лидском районе провели обучающий семинар по возделыванию рапса. Это интересно. В Лиде начала работу школа блогеров. Десять медалей. Лидские пловцы успешно выступили на международном турнире по плаванию в Бресте. Лида вошла в число 11 городов Беларуси с численностью населения 80 тысяч человек и более, которые президент поручил ускоренно развивать в 2020 году. Комплексный план развития Лидского района включает 17 направлений. Каждая предусматривает конкретные мероприятия, главная цель которых – повысить уровень и качество жизни местного населения. Председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник вместе с представителями районных служб изучает передовой опыт благоустройства городов как в нашей стране, так и за ее пределами. Основные цели комплексного плана ускорения развития Лиды – это, конечно же, улучшение инфраструктуры города. Согласно ему, в 2020 году будут сданы 12 многоэтажных домов, а это 69 тысяч квадратных метров. Есть планы и на строительство индивидуального жилья. Самое актуальное сейчас в данный момент для людей – это инженерно-транспортная инфраструктура микрорайонов, в частности, индивидуальной жилой застройки. Это проезды, канализование, водопроводы. То есть это курирует область полкома, поэтому программа где-то будет сформирована в феврале месяц. С целью изучения опыта развития других городов глава Лидского региона Сергей Ложечник выступил с предложением создать группу из членов исполкома и специалистов различных служб. Недавно она побывала в микрорайоне Новая Боровая, что у Минской Кольцевой. Это пример европейского стандарта городской жизни. Личан заинтересовал подход как к строительству, так и к организации обслуживания жилого фонда. Сергей Ложечник отметил, главным условием еще в процессе обсуждения будущих строительных проектов должен быть комфорт для людей. Но он подчеркнул, не стоит город укатывать в бетон. Зеленой зоне должно уделяться серьезное внимание. Сергей Ложечник предложил создать в Лиде этакий зеленый оазис, где круглый год можно наблюдать за разнообразием растительного мира. Для реализации задуманного лечания решили перенять опыт в Минском ботаническом саду. Одном из крупнейших в Европе. Народная тропа к огромным оранжереям не зарастает ни зимой, ни летом. В саду собрано более 13 тысяч наименований растений со всего мира. Более 500 видов только из Северной Америки. Есть здесь даже редкие растения из Австралии. Мы делаем вклад для того, чтобы наше младшее поколение ценило природу, оберегало ее, следило за экологией. И приучать детей, ну и даже взрослых, к тому, что природа это то, что мы должны сохранять. Так же, как и своих родителей, любить и почитать, так же и природу. И она нам ответит взаимностью. Чтобы лечания и гости города смогли насладиться разнообразием и красотой растительного мира, в Лиде будет создан «Зеленый сад». Над его проектом уже работают специалисты. Необходимо решить ряд вопросов, от строительных до биологических. Где именно будет расположен Лидский ботанический сад, пока не определено. Но известно, что прописку он получит в городе. К тому же, в зеленхозе жилищно-коммунального хозяйства есть высококвалифицированные специалисты, готовые к переменам. Планируется также и создание новых рабочих мест. К слову, теплицы Лидского зеленхоза занимают порядка 7 тысяч квадратных метров. Построены они были в начале второй половины прошлого века. Теперь стеклянное строение не только обновится, но и увеличится в размерах. Будем стараться сделать что-то новое оранжереи с новыми технологиями и для новых растений. У нас тоже, допустим, есть там и цитрусы, есть лимоны, есть какие-то растения, есть питомник. Лидский ботанический сад должен стать местом отдыха горожан и одним из главных пунктов в туристическом маршруте. Причем не исключено не только Лидского региона. Мягкая зима заставляет белорусских аграриев пересматривать подходы к выращиванию озимых зерновых культур. Адаптироваться к изменившимся условиям приходится всему сельскохозяйственному сектору страны, в том числе и в Лидском районе. Почва на полях с озимыми этой зимой не промерзла совсем. Контролировать состояние растений приходится пристальнее. Специалисты районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений сейчас проводят как традиционный мониторинг, так и исследования в научных целях для республиканских организаций агропромышленного комплекса. Они констатируют, озимые в порядке, но из-за теплой погоды утрачивают закалку. Материал Марины Григорьевой. Поле с озимыми недалеко от Лиды в районе деревни Дейнова. Зимующее на нем третикале чувствует себя неплохо. К тому же нет снега, значит нет и снежной плесени. Заболевание, которое прежде часто поражало посевы. Сегодня извлечь побег из мягкой, не промерзшей земли не составляет труда. На первый взгляд зеленые раскустившиеся растения, но оценка их состояния не так однозначна. Видим, что растения ушли в зимовку в хорошо раскустившемся состоянии. Три продуктивных стебля. Отмечаем повреждение, вот здесь порядка 50% одного листа повреждено болезнью мучнистероса. Поэтому большая вероятность того, что с наступлением возобновления вегетации, все же придется перенести действительно фунгицидные обработки на более ранние сроки. Традиционно именно на зимы рожь, пшеницу, ячмень и третикали агрономы возлагают надежды, как на более устойчивые зерновые культуры. К изменившимся погодным условиям придется приспосабливаться. Долгострочные прогнозы ученых говорят о еврозиме как о тенденции для Беларуси. Вероятнее всего, придется раньше проводить химобработки от болезней и вредителей или даже пересматривать агротехнические сроки сево-зимых. Если проводить его ближе к октябрю, можно избежать перерастания побегов. Возможно, в первые сроки сево культуру придется сеять реже обычного. Рекомендации специалисты для агрономов на местах разрабатывают на основе собираемых данных. Азимы культуры, азимы рапс с осени в достаточном количестве накопили питательные вещества, сахара именно, которые позволят им благополучно пройти процесс перезимовки. Также теплые погодные условия и наличие достаточного количества влаги в этом году способствовали развитию ряда болезней на азимых зерновых культурах. К сожалению, даже проведение такого мероприятия, как протравливание, не смогло в полной мере защитить наши растения. И уже начиная с конца ноября месяца мы отмечали на посевах наличие таких болезней, как мучнистая роса и всевозможная пятнистость. На большинстве литских полей азимы сейчас в удовлетворительном состоянии нормальной жизнеспособности. Но специалисты районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений отмечают, что из-за преобладания оттепельной погоды растения не смогли обрести состояние глубокого физиологического покоя и утратили закалку. Пока это ничем не грозит. В январе серьезных понижений температуры в Беларуси синоптики не прогнозируют. Агрометеорологические условия останутся удовлетворительными. А дальнейшее состояние азимых будет зависеть от того, каким будет февраль. При отсутствии снега, если не будет резкого падения температуры, то с азимами все будет в порядке. В Литском районе подозимый раб с осенью отвели 4190 гектаров. Из них 80% посеяли по зерновым предшественникам. И 20% по однолетним и многолетним злаковым травам. Для того, чтобы урожайность была хорошей, аграриями проделана большая работа. Как добиться хороших намолотов этой культуры? Данный вопрос обсуждался на семинаре, на который были приглашены специалисты сельхозорганизаций, занимающиеся растеневодством, а также руководители, экономисты и бухгалтеры хозяйств. Советы аграриям давали ученые Гродненского зонального института растеневодства. Прежде всего, внимание было обращено на семенной фонд. Раньше сорта отечественной селекции занимали 75% посевных площадей, а уже под урожай 2020 года они занимают только 64%, то есть большой перегиб в сторону гибридов. То есть хозяйство начало влекаться гибридом. У нас в институте проводились исследования, и на одинаковом агрофоне, то есть если хозяйство не обеспечивает достаточные ресурсы обеспеченностью, то есть средства защиты, удобрения и все остальное, то при одинаковых условиях, при одних затратах средств защиты и удобрений реально получить примерно одинаковый уровень урожая. Поэтому я не вижу большого смысла, что хозяйство, которое увлекается гибридами, так как стоимость гектарной нормы стоит больше в 7-9 раз дороже, чем сорта отечественной селекции. В возделывании рапса важную роль имеют сроки севой технологии на различных этапах. Их соблюдение увеличивает урожайность, а значит и рентабельность культуры. Основные этапы – это химическая прополка, то есть современный сев и подготовка почвы. Рапс – это культура, которая любит глубокую, хорошо отзывается на глубокую обработку почвы по своей биологии. Поэтому необходимо под эту культуру обязательно пахать. То есть так как 80% посева размещено под зерновым предшественникам, обязательным условием и разрыв между спашкой и посевом должен быть не менее двух недель. Лучше три недели, две-три недели. То есть сразу после уборки надо звенья настраивать так, чтобы готовить почву под посев этой самой ранней высеваемой осенней культуры. Оптимальные сроки сева этой культуры считаются 15 по 25 августа. Но в последние годы с этим потеплением уже многие практикуют посев где-то примерно с 20 по 30 смешение. Но ни в коем случае не надо переходить на срок сева сентябрьский. Потому что растения не успевают до конца осенней вегетации, которая обычно в наших условиях происходила 10-20 ноября, сформировать оптимальное состояние растений. Это должно быть 6-8 листьев, диаметр корневой шейки 8-12 мм. И главное условие, чтобы растения были не переросшие. То есть должна быть точка роста находиться на высоте не более 2 см. Чем гудше посевы осенью, тем они тоньше. То есть они вытягиваются, вытягиваются точки роста и такие посевы хуже зимуют. Время покупать. На старте продаж квартир в новом доме – самое выгодное предложение. Дом Александрия – первый в квартале Африка комплекса «Минск-Мир» в столице, который строится по принципу «город в городе». У покупателей есть и еще один весомый аргумент. Застройщик продлил длительную рассрочку в комплексе «Минск-Мир» на прежних условиях до конца января. И квартиры здесь можно купить в рассрочку до 10 лет. Ажиотаж с самого утра. Многие пришли целенаправленно выбирать квартиру в доме Александрия. Продажи стартовали сегодня, и сейчас самое выгодное время купить новую квартиру. Особенно с учетом того, что до конца января продлено самое выгодное предложение застройщика. Десятилетняя рассрочка без процентов и переплат. Это самое выгодное предложение на рынке. Надо внести лишь 30%, а остальное равными долями весь выбранный срок. Времени воспользоваться предложением не так много, поэтому многие хотят успеть. Выбор пока есть. Дом Александрия – это 24 этажа и 281 квартира. Площади от 30 до 74 квадратных метров. На первом этаже квартиры с отдельным входом, террасы со стеклянным козырьком и собственной калиткой. Все квартиры – свободные планировки. Заселиться в дом Александрия можно будет уже в начале следующего года. Хотим построиться в Минск. Мир. Рассрочка. Выгодно. Кредит как бы переплачиваешь. Но рассрочка, она без процентов. Остекленные лоджии с тонировкой оспятывают аж французские окна с детскими замками безопасности. Три скоростных бесшумных лифта «Отис» – традиционное для домов застройщика дизайнерское лобби. В этом пространстве место для встречи гостей и стойки консьержа. А еще санитарная комната, где предусмотрен пеленальный столик – отдельное место для мытья лоб домашних животных. Этот дом находится в квартале Африка. До этого продаж в этом квартале не было. Первый наш дом. Квартал Африка отличается от других кварталов меньшей численностью домов. Дома расположены по периметру, а часть является открытой зоной. Большинство квартир в доме Александрии имеют прекрасные виды на парковую зону. Все окна будут идти панорамными в пол. Новый городской парк займет площадь в 10 гектаров, а в самом квартале построят детский сад с бассейдом. Две школы будут в соседних. В зеленом обустроенном дворе детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха. Рядом с кварталом две станции новой линии метро, остановки наземного транспорта. Местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торговый развлекательный центр «Мара Молл». В непосредственной близости международный финансовый центр «Минск Уорлд», который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию нескольких тысяч рабочих мест. На старте продаж самое выгодное ценовое предложение. Более того, компания предлагает беспроцентную рассрочку на срок до 10 лет. Нужен только первый взнос, это 30% от стоимости. Можно заплатить своими средствами, а можно воспользоваться партнерским банковским кредитом. Оформление прямо в офисе продаж. До 40 тысяч рублей финансирования. Существенные скидки тем, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредита в банк. Они предлагают до 90% стоимости на срок до 20 лет. Ставки в первый год по одной программе менее 5% годовых, по второй менее 7% в первые два года. До окончания самого выгодного предложения на рынке недвижимости 10-летней беспроцентной рассрочки остаются 10 дней. Время прийти и выбрать квартиру еще есть. Как и заключить договор. Оформление документов не займет более одного дня. Школа блогеров начала работу в Лиде. Инициатор ее создания – райком БРСМ. Подобные проекты работают по всей Беларуси и объединяют молодых людей в возрасте от 14 лет и до 31 года, которым интересен мир интернета, кто готов проявить себя и поделиться с другими в социальных сетях интересными событиями из жизни своей первичной организации. Школа блогера – это проект, который направлен на расширение молодежного интернет-пространства на территории Лидского района. То есть сегодня вообще мы живем в современном мире, и это очень здорово. И, наверное, сложно представить себе человека, который бы не знал, что такое интернет. Но научиться пользоваться правильной информацией в сети интернет – именно этому и посвящен наш проект «Школа блогеров». Школа блогеров – это ряд занятий, образовательных занятий, на которых мы получим опыт известных журналистов, как наших средств массовой информации региональных – это Лидская газета, Лидское телерадиообъединение, так и будем приглашать уже людей, которые непосредственно занимаются блогерством. Занятия «Школы блогеров» в Лиде будут проходить раз в неделю в течение этого года. Первая такая встреча состоялась на базе первой школы. Опытом работы в интернете с ребятами поделился девятиклассник этой школы, победитель районного этапа республиканского конкурса «Волонтер года. Доброе сердце» в номинации «Лучшая группа в социальной сети» Мирослав Сенкевич. Своеобразный мастер-класс им дал редактор отдела интернет-проектов Лидской газеты Евгений Орехова. Получить опыт в этом направлении, я думаю, будет интересно молодым людям лично. Мы продолжаем набор в «Школу блогеров». Об этом можно узнать из наших социальных сетей в группе «Контакте» сообщества «Молодежь Лиды БРСМ», в социальной сети «Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук». Везде, где представлены уже ресурсы Лидской районной организации, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Следующее занятие «Школы блогеров» состоится в феврале на базе 4-й Лидской школы. Для обсуждения предложена тема «Популярные блоги и блогеры». И немного спортивной информации в конце выпуска. Не без участия Лидских спортменов прошел в Бресте международный турнир по плаванию «Рождественские встречи». За его награды боролись в трех возрастных группах 16 команд из Белоруссии и России. В составе сборной Лидского района выступали 8 ребят, учащиеся комплексной детско-юношеской спортивной школы номер 4 и филиала Гродненского училища Олимпийского резерва. Первые завоевали 7 медалей. Серебро на дистанции 800 метров вольным стилем и на 200 метровке на спине у Германа Рудевича. Медаль такого же достоинства у Марии Стрибуть на 200 метровке Браса. Она же стала третьей на дистанции 800 метров вольным стилем. Бронзовые награды у Руслана Пелюги на дистанции 400 метров комплексным плаванием и на дистанции 200 метров батерфляем. А у Милана Калантарьяна на такой же дистанции Браса. Учащиеся филиала Гродненского училища Олимпийского резерва на пьедестал поднимались трижды. Илья Бойко за золотом на 200 метровке батерфляем и серебром на этой же дистанции вольным стилем. Серебро привезла из Бреста Виктория Дятчик. Она была второй на дистанции 50 метров Браса. Я оценил свой результат не очень отлично, потому что мог, конечно, лучше, чем выступил. Но надо работать над своими результатами и больше тренироваться усерднее, слушать тренера, включать голову. В следующих соревнованиях я планирую занять более высокое место и хорошо выступить для тренера, показать, как он хорошо тренирует, и себя. В этот раз я занял два третьих места на соревнованиях в городе Бресте. Я, конечно, доволен своими результатами, но я мог бы лучше. На сегодня у меня все. В нашем вечернем эфире смотрите еще новости из Сморгонии и Новогрудка, подготовленные коллегами из ОКС-ТВ и НОВА-ТВ. До свидания.